МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Саме так починається звичне для Андрія тренування. Прийшов, робив спеціальне обмундування, піддівка, куртка, штани – це все спеціально для стрільби розроблено, для підтримання в себе в тонусі. Спортсмен ділиться важливими тонкощами стрільби, адже тут кожна деталь може зіграти вирішальну роль. Этот ствол делається під заказ в Германі, на самому заводі определенно. Ты приїжджаєш, смотришь, выбираєш себе по отстрілу. Ну, понятно, чем меньше дырка, тем лучше. Должен попадати просто идеально в точку. Заряджаємо баллун. Баллун, он хватає, допустим, на выстрелах 100-150. Сейчас на сложшую тренування. Взаджувався, заряджувався. Заряджувався, закручиваю. Баллун. Сжатий воздух. Когда-то был специально углекислый газ, типа сейчас просто воздухом стреляю. Ну, в баллоне до 200 атмосфер, то есть довольно-таки сильное давление, то это опасная штука. Вот, дальше прикручиваем запчасти. Это щечка. Выставляю определенный уровень. Это затыльник. Здесь у меня уже все нарисовано, выставлено, просто прикрути. Ну, в принципе, все. В целом, оно уже готово для стрельбы. Никто сразу не стреляет. Это минут 20-30 постоять в холостую, подержать, поснимать винтовку. Випробувати себе в стрельбі хлопець вирішив за рекомендацією знайомих вже в досить дорослому віці, після закінчення інституту. Ну, в первую очередь, начало получаться поначалу. Довольно-таки быстрый рост, то есть, хорошо получалось. А потом уже, даже когда какие-то были такие моменты, где чуть останавливался, ну, все равно уже очень много работы в это вложено. То есть, сил потрачено, и как-то хочется уже достигнуть 500. Ну, в первую очередь, это Паралимпийские игры, то есть, выиграть Олимпиаду, самое главное. Потому что чемпионом мира я уже являюсь, но это все равно не Олимпийские игры. Цей вид спорту дає змогу відпочити від митушні, позбутися зайвих эмоций чи заспокоїтися. Андрій розповідає про свои відчуття під час тренувань. Фізично, ну, не за що отдыхала, она все-таки 5,5 кг весят, и так, целий день подержать ее в руках довольно сложно. Ну, морально, да. Здесь, когда стреляєш, в голове такое твориться, что там никаких проблем не можна. Тут свои начинаются какие-то мультики. На самом деле, мысли стрелка очень странные, я бы так сказал. Я думал, любой скажет стрелок. Серьезно? Уже моменты старта, ну, на соревнованиях, там, просто каша творится. То есть можно вообще такое что-то придумывать. Это хорошо. Это если можешь отключиться от самого процесса стрельбы, от страха, там, каких-то соревнований, то это хорошо. Сложный вид спорта тем, что нужно всегда быть концентрированным полностью. То есть и то, что ты умеешь на тренировке делать, потом переносить на соревнованиях. А это вообще сложно, потому что, когда здесь не тебе ничего не давит, ты себя спокойный, расслабленный, то там ты понимаешь, что ответственность в этих соревнований, и, конечно, начинаются какие-то волнения, моменты, которые тебе не дают показать то же самое. А вот это вот разница в классе стрелка, когда все, в принципе, ну, многие очень хорошо стреляют дома, но кто туда приезжает на соревнования, некоторые не справляются. А вот что говорить про цей непростий спорт Анна, яка уже шесть роков займается кульовою стрельбою. Меня привел папа в тир в Аркадии, и мы что-то в ту сторону, для развлечения я детей привел, мы постреляли там, и тут ему говорят, так, ты видишь, что она делает? А что она делает? А она попадает. В смысле она попадает? Было полное недоумение, и он нашел этот тир, привел меня сюда. И когда я увидела эти костюмы, вот такие куртки, штаны, эти прочие, я так не хотела быть винтовочницей. Я посмотрела, мне так это не понравилось, я представила, как это некрасиво выглядит все. Я пошла попробовать пистолет. Но мне сказали, нет, ты не похожа на пистолетчицу, ты будешь винтовочницей, иди. Я прихожу на тренировку, меня ставят с винтовкой, и мне очень понравилось. Девчина с собственного опыта знает, что некоторые хибные стереотипы сейчас существуют. На самом деле это очень большое заблуждение, что девушка, и это вид спорта не для девушки. Мы когда приезжаем на соревнования, у нас в основном девушек больше, чем мужчин. У нас сейчас на соревнованиях в Мюнхене было что-то около 60 мальчиков и 80 девочек. Это очень большое заблуждение. Но так как мы смотрим по результатам, девочки сильнее, намного сильнее. У нас результаты выше. Хотя у нас сейчас просто с прошлого года мы стреляли упражнения 40 выстрелов, а теперь стреляем 60, а 60 выстрелов всегда стреляли мальчики. У нас как бы уравняли гендерное равенство, то есть такие вот моменты. И наши результаты на порядок выше, чем мужские. В основном нас берут спорт, по-моему, там, с 10 или и до 14, где-то так. 15 лет это я уже была, можно сказать, старая. Вот так. Для того, чтобы начинать. Спорт тренует и характер, рассказывает Анна. Да, у меня нервы стали стальные. То есть вывести меня очень сложно, к примеру. Очень много уверенности в себе появилось. Не самоуверенности, а именно уверенности, что я могу. Я могу прийти и, например, на учебе сдать тот же зачет. Потому что я учила, и я не буду уже так нервничать. Потому что я знаю, что я готовилась. И я не зря потратила время, свое личное время, которое стоит для меня дорого. Я его потратила на то, чтобы это выучить. А значит, я это сдал. Вот. Также и в общении с людьми. Это тоже как-то помогает в том, что я уверенная. И я не переживаю. Потому что, когда мы нервничаем на рубеже, у нас настолько проходит дрожь по всему телу, что эта дрожь может перелетти на винтовку. И от винтовки у нас все на мушке будет видно. У нас будет дрожание. Мы не сможем просто остановиться и сделать выстрел. А у нас это очень точный вид спорта. Очень точный. То есть мало того, что мы должны сами технически быть подкованы, у нас должно оружие полностью, каждая деталька соответствует своему месту. Каждый винтик должен быть зажат так, с таким усилием, которым он должен быть зажат. И это нужно всегда проверять. То есть каждый спортсмен следит за своим оружием очень четко и очень скрупулезно. И когда мы выходим стрелять, если на мишени у нас мушка не стоит, вот есть мишень, есть мушка. Если у нас кольца стоят, все хорошо. Как только где-то маленькое дрожание, совсем чуть-чуть, у нас может просто ничего не выйти. Но в жизни не всегда нужна такая точность и сконцентрованность, поэтому ставление может быть простейшим. У меня как-то в жизни, в отличие от спорта, я даю себе некие поблажки. Есть места, где я собираюсь, где я очень такая, вот надо и все. Есть места, где я знаю, ну, тут я могу сделать немножечко легче, и будет тоже нормально. Оно бывает такое. Но это скорее даже не от того, что тут я собранная, а в жизни нет. От того, что я настолько держу иногда в стрельбе себя, что хочется просто расслабиться. То есть удовольствие удовольствием, а напряжение все равно есть. Это все-таки работа, и оно тяжело иногда. Сейчас я им живу. Это то, что приносит мне нереальное удовольствие. И когда я выезжаю на соревнования, я там получаю кайф. Я выхожу на рубеж, меня может трусить, я могу нервничать. Это же старт, особенно если это чемпионат Европы или чемпионат мира. Это сразу, это стресс. Но когда я понимаю, что я сама себя переборола, успокоилась и начала просто работать, я получаю удовольствие от этой работы, которая у меня складывается. И когда я отработала, выхожу и вижу то, что я попала в хороший результат, в высокий результат. Это такое удовлетворение. Я, наверное, желаю каждому человеку найти такое занятие, которое будет приносить удовлетворение полное. Вот когда уже вышел, и все, уже больше ничего не хочется. Уже максимум на сегодняшний день. И чтобы такое было каждый день. Вот так.